Здравствуйте! Я теперь хорошо стала вести себя на корте, я теперь не волнуюсь, теперь я играю с характером, знаю куда бить. Я уже много турниров отыграла, я ездила в Донецк, в Киев, и еще я ездила на ХТЗ. Какие основные турниры были? Это Донецкий турнир, еще? В Киеве и на ХТЗ. Какие твои турниры были самыми лучшими? Где ты заняла огромное количество побед? Какие были самые важные для тебя? Самые важные у меня были в Донецке, я заняла второе место, играла с Машей Монаховой, к сожалению, проиграла, но боролась. И самый хороший турнир до 12 лет у меня был на ХТЗ. В одну восьмую я вошла в одиночке, и в парном разряде я вошла в одну четвертую. Еще хочу поблагодарить Маргариту Александровну и Юрию Александровича за то, что они хорошо меня подготовили к турниру. И еще хочу поблагодарить организаторов этих турниров. Как тебе впечатления все-таки от этого тура? Что это турнир? Что тебе понравилось там? Как тебя встретили? Меня встретили очень довольно приятно. Они обрадовались, что я приехала. Впечатления? Да, впечатления были хорошие. Корты были хорошие. Но все было замечательно. Теперь ты играешь другими мячами. По-другому уже все? Тяжелее? Легче как? Наоборот легче, потому что они быстрее начинают лететь. И мне наоборот кажется, они немного легче, чем те, которыми мы играли. Ты два турнира отыграла до 12 лет. Как там результаты? С какими результатами дошли? Ну, первое я вам уже сказала. Ну и в Киеве я там играла только три игры. В одиночку, в микс и пару. В одиночку я вошла в одну восьмую. В миксе я вошла в одну шестую. И в паре я вошла в одну четвертую. Как ты успеваешь весь теннис? Каждый день ты здесь на тренировках. Успеваешь ли ты учебу в школе? Успеваю. Или тебе дается это все-таки очень с большим трудом? Нет, все мне нормально дается. Я успеваю замечательно. Хорошо учусь. Пятерки одни у тебя? Нет, у нас 12-ти больная система. А все-таки ты же такая непоседа. Тебе проще поиграть в теннис. И удаются тебе усидчивости? Тебе хватает на уроках все-таки? На уроках все-таки да. Но иногда я беру перерыв, чтобы поиграть там немного. Как вот складываются твои отношения с друзьями, которые не играют в теннис? Потому что здесь на уникурсе у тебя головное количество друзей. И здесь ты уже всех знаешь. А вот те ребята, которые все-таки в школе, не завидуешь ли это им? Потому что им удается больше поспать, где-то там полениться, может быть, что-то не делать. У них больше времени на домашние задания и так далее. Нет, все хорошо. Они со мной нормально общаются. Некоторые занимаются танцами. Им тоже нравится. Но они тоже хотят поиграть в теннис. Но у них времени не хватает, в принципе. А хотела бы, может быть, ты заниматься чем-нибудь еще? Нет, я не хотела. Мне больше теннис нравится. Это, как сказать, как моя жизнь. Я уже привыкла к ним. Как ты здесь? Каждый день или все-таки есть у тебя выходные? У меня есть один выходной. Это в воскресенье. Какие все-таки твои перспективы на будущее? Раз ты уже серьезно начал заниматься теннисом, что ты планируешь в будущем? Непосредственно в этом месте? В будущем я хочу сыграть не менее 8 турниров. И поехать в Россию хочу поехать. Ну, в другие страны. Хорошо. Ева, мне сегодня было с тобой очень классно пообщаться. Ты очень веселая, улыбчивая девчонка. Я хочу, чтобы у тебя все в будущем сложилось. И все у тебя в дальнейшем было хорошо. Как видишь, здесь мы, прямо не отрываясь от корта, в рабочей остановке берем у тебя интервью. И я думаю, что тебе в дальнейшем ты получишь огромное количество опыта. Это придает тебе все больше и больше уверенности. Будешь чувствовать себя уверенно в этом спорте. А я тебе говорю, что огромное спасибо. Жму тебе руку. Спасибо. Желаю тебе успехов и побед. Напоминаю вам, что с вами была Сенча Евгения и я Прокопенко. Я надеюсь, что мы встретимся еще с новыми и новыми победами. Продолжение следует...